это очень коротко весь этот ролик значит вы покупаете могу был то 2013 14 15 год 13 и 15 дюймовые не берите меньше что-то гигов азу и имеющийся насти и говорит о не берите потому что это очень слабо не пойдет 2016 год и 2017 и также 18 и 19 и 13 тоже не рекомендую проблема там проблема с их клавиатурой просто замучитесь не рекомендую а что начните лучше 16-дюймовые они стоят так же как и 2018-дюймовые 1 я не рекомендую пока что их сейчас подождитесь сентября ну что друзья всем привет давно не виделись сто лет я не записывал видосы именно в таком формате в котором вы сейчас смотрите я сейчас говорю именно про студийно последнее видео которое я записывал получается на канал это разбора работных студентов рекомендую всем посмотреть вот и совсем совсем вот предыдущие что я записываю так касательно разборов обзоров это получается видео про портретные объективы кстати рекомендую всем посмотрите вот я записывал уже там получается на веб-камеру и вот представьте сколько времени прошло и только сейчас я могу нормально все дело записать и при этом отличнейшая новость то что у меня появились мои юные помощники которым не будут помогать с монтажом вот и как раз таки и сейчас они не знаю того сами монтируют первую часть ну точнее не первую часть а первую версию вот этого видео где я так вот как-то бэ-бэ-бэ-бэ-бэ скучно как все это рассказал вот и получается они будут сильно удивлены увидев что сейчас есть какой-то другой ролик и при этом с этой же тематика ребят не волнуйтесь все окей монтируйте тренируетесь ну и плюс я тоже хочу сейчас немножко вернуть свою форму потому что чем дольше ты не записываешь видосы именно вот в таком плане тем сложнее становится потом прийти в себя потому что начинаешь заикаться запинаться ну и короче говоря так далее а сегодня видос касательно получается макбука самое интересное это видео сейчас перезаписываю в третий раз причина тому то что первые версии видео выходили в 40 минут я сейчас решил попробовать впервые для себя сделать такой челлендж в плане того то что записать видос в районе то есть но в районе 15 минут и сейчас вот хочу запустить таймер мне очень самому интересно справлюсь ли я потому что это поболтать люблю но суть потому как все смотрят ролики в youtube то все нужно как говорится по покороче и даже многие лично я сам вообще смотрю все ролики на скорости 2x и даже иногда бывает что кино смотрю на этой скорости потому что чё-то как-то я не люблю смотреть когда это все это нудно и так далее короче говоря можете смотрите на 2x можете смотрите на одной скорости но я себе ставлю короче говоря вот смотрите видите слова паразиты никак от них не избавишься ну ребят я стараюсь работаю над этим я засекаю короче говоря 15 вот опять короче говоря 15 минут и давайте сейчас буду вам говорить про макбук все таймер пошел итак друзья значит сегодня видос касательно макбука я сегодня буду рассказывать про опыт использования в моего макбука то есть это 16 дюймовый макбук вот здесь где-нибудь я не знаю вылезет его характеристики сегодня буду говорить его плюсы и его минусы то есть это видос это опыт использования плюс также буду рекомендовать вам к покупке какие-либо другие макбуки потому что сейчас это очень тема стала актуальная потому что учитывая что на рынок вышли процессоры м1 то есть но макбуки на процессорах м1 то сейчас рынок был просто начинает заполняться вот этими старыми макбуками и при этом я расскажу так вкратце опыт использования своих старых макбуков хотя нет я не буду рассказывать то что я не помещусь и поэтому там те тот видос 40 минут и вышло время идет блин я уже сейчас думаю не успею короче говоря смотрите давайте поставим сразу точки все точки над и я не яблочный раб конечно да могут сейчас сказать ну ну самого iphone у самого apple watch ребят iphone и apple watch появились совсем недавно лично мне на них вообще пуфик вот честно вам скажу а затем тогда ты взял это отдельная история я сейчас не отмазываюсь ничего но учитывая что у нас не техноканал поверьте мне я это взял не потому что это модно а потому что действительно мне это было необходимо но ладно в первую очередь потому что там айпиес экран она вот эти все амолед экраны вот этот шим и не надо мне говорит про 10 диме и так далее короче говоря у меня очень сильно болят глаза и опять я говорю короче говоря ладно в общем я не яблочный раб я не отдам последние свои деньги только за то что купить технику apple чтобы ощутить их экосистему хотя я абсолютно ею не пользуюсь я все это выключил и по сей день не могу даже нормально настроить этот чертов iphone вот ладно все короче с яблочными рабами мы закончили я думаю все это дело вам понятно значит что такое для меня макбук макбук в первую очередь это для меня мобильность маленький вот макбук ну как маленький внешности дюймовый он у меня помещается в первую очередь в мой фото рюкзак понимаете это для меня очень очень важно то есть получается вся моя мощь вся моя работа все время со мной я засуну эту рюкзак либо в портфель и уехал работать почему я сейчас про это сказал мобильность потому что у меня есть очень много знакомых товарищей которые apple хейтеры для кого-то apple это очень дорого для кого-то это просто понты и кто-то это любит кто-то это не любит ну и так далее то есть ребят я понимаю за трешку а я свой мог бы получать покупал за 3 примерно где-то так уже сейчас я честно не помню уже прошло даже год и наверное 6 месяцев в 10 будет почему не почем а когда его купил вот я понимаю что за это бабло можно купить крутой комп не спорю да можно но поймите на такую штуку я не смогу вот этот комп засунуть в рюкзак поехать на работу на какую-нибудь там точку фотошколу и это мне не поможет то есть давайте на этом сразу разойдемся не нужно мне рассказывать что за трешку можно купить очень очень сильное железо я с вами согласен но мне это не подходит второй вариант можно сказать ну а есть тогда геймерские решения геймерские решения ну опять таки они огромные вот эти вот блок питания которые весят по два по три килограмма и сам вот этот вот скрипучий вот такой вот я не знаю ноут он мне не подходит и опять таки мы расходимся с вами вот так разными путями то есть мне не нужно говорить что есть что-то сильнее очень важный фактор для меня в макбуке это экран экран вот именно экран появится одно кстати вот я забыл сказать то что для кого в первую очередь видос этот видос для творческих людей это те кто хотят себе купить макбук не знают какой думают и вообще решает нужно ли это или нет потому что во время вот обучения ко мне часто подходит спрашивает какой купить и я по сути устаю одно и то же говорить и я думаю вот это тоже как консультация вот это все короче говоря здесь будет и самое что вот опять много начал говорить и самое что ужасное многие покупают как раз таки геймерские решения и вот это вот очень-очень короче говоря стрёмно и вернусь опять к экрану экран ребят там IPS экран что само по себе очень здорово и само по себе там уже правильная заводская калибровка я не говорю что она супер идеальна или еще что но вытащив уже из коробки по крайней мере это с этим можно работать и там калибровка она очень-очень на хорошем уровне потому что изначально сегмент вот этих вот машинок это творческие люди которые занимаются фотографии монтажом ну короче говорят там ну кто-то пишет на этом код и так далее то есть кто-то пишет на этом текст печатает текст у каждого свои потребности но еще раз говорю то что экран для меня это очень очень важно а учитывая тот рынок где я живу а я живу в городе ташкент это узбекистан у нас на рынок он абсолютно пустой то есть в основном продаются экраны вейте и матрицы то есть я сейчас туда не лезу еще раз у нас не тех на канал не буду сейчас как это рассказывать а тем более у меня 15 минут времени даже не за сколько осталось третье это для меня быстрый ssd там действительно очень быстрый ssd с которым прям вот прям в кайф работать и те кто никогда не работали с быстрыми создать вы даже вы не понимаете что это это я серьезно говорю потому что быстродействие запуск программ запуск самой системы это очень очень быстро по крайней мере я знаю с чем сравнить да во многих сейчас ноутах которые есть появились тоже ssd жесткие диски где-то они очень быстро где-то там fusion drive да и в маках раньше тоже было ваймаках были fusion драйва но по большей части то что есть именно в макбуке меня это больше чем устраивает следующее что мне очень нравится в в маке это сам тачпад на данный момент нету ни одного ноута который будет действительно в нем который будет такой удобный тачпад что это просто я не знаю короче говоря таких ноутов и я уже сто лет не работаю с мышкой потому что ну я не знаю мне неудобно мышка одного тачпада всех вот этих жестов вот эта сама технология в это force touch она просто ну еще раз говорю она очень крутая поэтому один touchpad чего стоит и те кто не работали вы тоже это не поймете значит что еще со мне нравится там сама система то есть понятное дело до 16 макбук он идет с минимальной системой это каталина а каталина это такая отстойная система и я с ней короче говоря очень сильно помучился и были если у кого-то до сих пор стоит каталина в вашем макбуке на хрен ее сносите ставьте последний биксер они сейчас работают нормально вот а у кого есть возможность поставить мохавы то лучше сидите на мохавы потому что мохавы это самое что я считаю это самая была нормальная система к сожалению на 16 макбук ее поставить будет нельзя только биксер и аллилуйя это лучше чем короче говоря чем каталина следующее что мне нравится в самом маке это аккумулятор действительно это мощный ноут с аккумулятором и независимо того работаете вы от сети или нет производительность не падает и это очень здорово конечно да заявляет то что он работает там сколько 10 11 часов в зависимости как вы работаете потому что там есть тоже куча отговорок но на данный момент я сейчас говорю про интеловский маг он работает но у меня в среднем работает насколько но 7 часов может работать может быть 8 но если я начинаю его загружать то соответственно такой автономности не будет он может сесть и за час за два поэтому сейчас говорит насколько конкретно хватает все зависит того как вы его используете киношку смотреть можно музыку слушать можно нужно можно вот поэтому аккумулятором мне в целом его хватает и плюс самая чё фишка то что сама по себе гарань гарантия вот этого аккумулятора это тысячу циклов перезаряда а это очень 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 много я просто у меня раньше тоже были windows буки и соответственно я помню то что часто там вздыхали короче говоря вот эти все аккумуляторы и выдернул шнур все сдохло конечно маг тоже до этого можно довести но я ни разу не видел лично у меня в общем такой никогда не было ладно следующие 16 именно сейчас проговорю про 16 16 дюймовый маг это звук то есть звук и еще раз никто со мной сейчас не сможет поспорить то что а есть что-то круче в ноутбуках чем мог бы про 16 дюймов действительно там охранительный звук и когда впервые его услышал были не я сказал а вот это вот классно там и басы слышны не знаю какая им это умудрилось там сколько-то динамиков я сейчас не помню поэтому звук короче говоря очень 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 крутой следующее то что там порты thunderbolt конечно первый раз когда то есть впервые когда они убрали все юсби то есть а sd вот эти слоты или сладкий как они вот это было лично для меня тоже трагедии и я прям не знаю что делать но сейчас учитывая что все это дело шагает вперед по сути не я как-то даже и мне как-то и хватает потому что да есть вот эта вот хрень с переходниками с этими хабами но слушайте мне один хаб его хватает подключить туда 3 на юсби это три диска и еще туда hdmi и так далее короче говоря для меня это не проблема потому что по сути если говорить про то как я работаю а я сейчас начал работать очень много с видео я использую samsung t5 жесткий диск на 2 терабайта и он как раз работает через thunderbolt и это очень очень быстро поэтому по сути мне сейчас вот эти юсби да как-то и особо не нужны потому что все они вот эти вот юсби жесткие диски они очень медленные вот следующее что мне очень нравится это final cut вот опять смотрите ребят я вам не работать final cut я работаю в премьер могу в after effects сейчас я начал в доме через вот и могу сказать то что final cut только ради одного final cut можно куп покупать смело macbook потому что он работает как минимум начиная там с 2000 но в 2013 году тоже можно принципе поработать 2015 году я своим предмашинку тоже скажу можно очень-очень классно тоже короче говоря в ней работать именно final cut и оптимизация софта вместе со своим железом то есть как маг это делает она windows нету ну я думаю вот я знаете под записану я помню что нету на windows of final cut он есть только в маг и еще раз говорю только ради final cut можно покупать смело mac и в нем работать премьер ну блин я думаю многие со мной согласятся он постоянно вылетает короче кучу с ним проблем да ребят я прекрасно понимаю комфортнее работать там где мы уже привыкли мне тоже очень комфортно работать было в премьеры но когда я уже начал вот фонал final cut когда это я вижу как это все работает от ничего не тормозит и это просто еще раз говорю это для меня лично сказка только ребят не подумайте что я тут сейчас ирует мак весь облизываю и так далее я говорю то что есть это опыт использования если у вас что-то по-другому и как-то что-то лагает и как-то не работает вот ссылочки где-то ли вон там не помню уже выйдет подсказка то как правильно строить макбук я специально про это записывал видео и если вы настроите будете использовать также я уверен у вас тоже будет все в общем дело это работать вот касательно davinci resolve как работает на маке работает все здорово но больше чем 1080p если оставлю уже ультра hd это сколько там на 4к чуть меньше получается то что он уже немножко начинает у меня хромать вот на full hd работает хорошо но опять таки лично как я работаю я собираю видос final cut потом просто перекидываю файл получается уже в этот в доме через алфы там крашу все и в этом то есть вот так мне удобно работать тем более у меня сейчас официальный davinci resolve он идет вместе с камерой black magic вот и поэтому бит не знаю и работаю в общем я сейчас вот вам перечислил плюсы и я думаю вопросов нету почему я себе покупаю макбук а не покупаю какой-то стационарный компьютер конечно стационарно стационарно стационарный компьютер я тоже себе куплю то есть все это возьму но для чего это возьму в первую очередь я это возьму для того чтобы рендерить там файлы и все но работать сидеть как то за этими не знаю как то не вижу в этом короче говоря смысла потому что опять таки я уже привык работать в маккозь и кстати маккозь это просто еще раз хочу сказать фишка маккозь и в том то что она идет бесплатно вместе с вашим макбуком windows если вы там переустановите либо захотите какую-то поставить другую систему вам нужно его активировать задать вопросом вы платите за windows то есть я сейчас не спрашиваю как это а ты плачешь за windows просто многие не платят за всех не говорю но есть определенное количество людей которые просто за это не платят то есть пираты вот и получается когда у вас система операции там уже есть дырки и соответственно вы как это сгулы и попы кто-то хочет не знаю вот оставить это или не оставить ладно я подумаю оставить это или нет а если вдруг сейчас эта запись идет и вы не понимаете в этом оставить или не оставить короче там прикололся и подумал вырезать не вырезать вот и получается то что фишка в том то что операционная система до сих пор поддерживает старые ноутбуки там еще 2013 года по моему 2012 тоже поддерживается не сейчас честно не знаю и в этом фишка а попробовать сейчас установить windows 10 на какой-нибудь комп которому лет семь восемь я не уверен что он там будет как-то комфортно работать при этом тоже не хочу заявлять то что последний биксер очень хорошо работает на 13 макбуке хотя может быть хорошо работает это я думаю вы сами погулять и посмотреть вот это в общем я сейчас вам обозначил плюсы своего выбора в сторону макбук и плюс конечно же в основном я рассказывал про свой макбук про 16 дюймов давайте теперь я буду говорить про минусы в основном это болячка всех макбуков и вот они меня действительно бесят конечно плюсы все это перекрывает но минусы меня они тоже бесит во первых меня бесит в маках то что когда подключает что-то слева не за этом жесткий диск и бы еще что-либо фрой не второй монитор по моему да по моему тоже нет вот кстати вот сегодня проверю напишу когда что-то подключать короче говоря с левой стороны в порты падает на половину скорость вай-фай я про это читал там типа находится антенка который типа там питание чуть не хватает короче ведь я честно в этих терминах я туда не лезу я их не знаю но я знаю одно то что когда подключаетесь слева скорость вай-фай падает в два раза конечно если у вас скорость 500 мегабит вы особо это не ощутите ну а когда у вас ограниченная скорость еще плюс некоторые другие еще кучу людей сидит у вас на вай-фай то сразу это в общем чувствуется мне не нравится в макбуке особенно в 16 то что когда подключаешь что-то слева начинает разгоняться вентилятор почему потому что если это монитор то включается видеокарта но в основном да это из-за этого и соответственно когда включается вот эта видеокарта она есть больше получается энергии и кулеры вот это все дело раскручивают и вот вот так вот плюс еще сами thunderbolt нагревается больше 50 градусов и как раз срабатывает вот эти вот аккумуляторные вот эти вот вентиляторные дела и получается то что шумит то есть если вы занимаетесь конкретно звуком то вам маг не подойдет именно 16 7 очень будет классно вам air покупать который на м1 но чуть про них я попозже сейчас скажу вот в общем когда я записываю какие-либо стримы мне это очень неудобно потому что петличка зараза она полностью полностью все вот это вот получается фиксирует знаете я сейчас проверила включу ли я запись на петличке а то представьте сейчас бы записывал и пришлось бы это заново вот что еще мне не нравится в маках кстати вот 15-40 зараза не успел ладно посмотрим насколько хватит мне не нравится в маках то что хотя может быть это сейчас решили но мне не нравится то что рекомендации заряжать его с правым портом верхнем возможно сейчас это решили и там что-то было тоже связано с перегревом в плане того то чтобы вентиляторы тоже начинали раскручиваться я само по себе всегда ставил справа вот но иногда нужно поставить слева и ты думаешь так если я поставлю будешь иметь не будешь иметь честно вот я сейчас заряжаю apple watch и iphone когда вложу спать справа питание включая слева и ничего не шумит вроде все ок вот еще раз говорю может быть эта проблема уже как-то решилась путем софта что мне нравится также мне не нравится корпус мне не нравится то что вы смотрите я брал silver grey silver grey ну просто silver да просто silver последний тот который я купил это уже был space grey silver вот последний который я купил версию это получается уже space grey я очень не хотел покупать эту версию но кроме и ну именно этой версии этой конфигурации больше и не было а когда появится следующий мак я понятия не имел вот и получается то что почему я не хотел когда я ходил искал себе ноут я просто зашел на вторичку посмотреть на именно маки как они выглядят именно вы хотел посмотреть цвет и я заметил что ноутбуки 2017 года пятна пятнашки они очень сильно по бокам потерлись вот где руки прикладываются вот и получается краска слезла конечно выглядит это очень стрёмно и думаю были ничего не хочу такое про это где-то писали я сейчас честно не помню вот и получается 2018 по идее как бы это уже как-то там исправили что там такое apple тоже писал краску поменяли короче я сейчас сейчас не помню вот и я думаю ну ладно возьму посмотрю конечно у меня сейчас не так сильно это все дело там потерлось но вот эти вот потертости есть на левой руке и почему-то снизу я даже не знаю почему оттуда слезла вот эта вот краска неопытный глаз интересное выражение это не заметит но я допустим учитывая что я очень придирчивый и я очень бережно отношусь к технике я это вижу по сути меня это даже как-то и не расстраивает да и хрен с ним вот есть есть нету нету вот и еще один минус получается макбука то что теперь конечно они упадут сейчас в цене а почему они упадут в цене потому что вышли сейчас получается м1 понятно вот смотрите вот сейчас вышел м1 и 16-дюймовый стал дороже только для того чтобы м1 выглядели привлекательнее но когда выйдет сейчас а получается новый 16-дюймовый макбук на процессоре м1 и x или м2 я не знаю как они его назовут получит так то что шестнашка на intel она резко упадет цене и вот это конечно блин вот это очень расстраивает вот это вот тоже минус потому что раньше когда приобретал технику apple получалось так то что ты берешь там запустим за штуку 300 новый год пользуешься за штуку 100 ты его продаешь в зависимости от того как он у тебя сохранился вот а сейчас конечно к сожалению такое будет невозможно ух и задел петличку вот теперь давайте я сейчас вам дам рекомендацию я вам дам вам дам вот я сейчас дам вам рекомендацию того что покупать а что не покупать в начиная с 2013 года 13-дюймовые и либо 15 дюймовым можно брать но при этом вы должны обратить внимание на такую штуку если вам предлагает 4 гига азу не берите если берете то минимально берите 16 гигов и 512 терабайт жесткого диска это самый самый минимум что можно делать на этой машине то есть смотрите рекомендация как 2013 2014 13 и 15 дюймов фотошопе работать запросто можно то есть я раньше на этом работал и то есть все ок значит меньше не берите потому что файл подкачки и если у вас там будет 128 гигов всего жесткого диска то вам честно это не хватит вот просто не хватит касательно 2015 год вот я очень вам рекомендую начинать лучше с 2015 года почему я боюсь то что 2013 год 14 год уже поддержка я думаю через год или может быть ну следующая вот операционная система выйдет и через либо через год уже пропадет их поддержка поэтому если начинаете я думаю лучше с 2015 года при этом 13-дюймовые 15-дюймовые вообще вот этого 2015 год это самые такие топовые их машины которые но действительно очень крутые это именно те макбуки которые всем запомнились потому что они прям классные а если вы берете опять таки не меньше 16 гигов азу и не меньше 512 какого гигов это получается жесткий диск и создать николеп терабайт вот это очень очень важно меньше не берите потому что будет потом все это дело не хватать у меня был опыт я купил себе был у 2015 год и только на третий день я обнаружил что у него горит видеокарта как я обнаружил во время работы с photoshop там получил что окна начали дергаться я подумал что это драйверы гонят от планшета либо что-то с операционной системы либо самим софтом четыре дня я вот это все дело пробовал но когда я нашел получается ветку где-то в youtube и где-то и я сейчас не найду как минимум вот потому что я тогда это искал столько но у несколько дней это искал и получается то что проблема в том то что когда вы нагружаете видеокарту там идет какой-то сброс чего-то там какая-то хрень вот и в итоге все это гонит и есть такие случаи их не так много но они есть и соответственно когда я вот это дело обнаружил я быстрый когда этот мак хорошо что я взял его у своего знакомого вот он мне вернул деньги и думаю фу-фу-фу-фу-фу лучше не связываться поэтому если вы берете 2005 да вообще любой был про прогоните их по бенчмаркам бенчмарки это вот эти тесты которые нагружают систему и и вы смотрите как она себя чувствует если идут какие-то выкидыш вот это значит о том что что-то в нем короче говоря не то и еще очень важно такое замечание apple запустили программу для ноутбуков 2015 года по бесплатной замене аккумуляторов потому что к нам какие-то версии а именно это вы можете проверить у них на сайте вбиваете то есть этот серийный номер мака это будет написано подходит он для ну то есть это входит в программу именно ваш мак или нет там проблема в том то что начали начались возгорание этих аккумуляторов код там пожара случились ну короче говоря проверьте там эта программа должна быть сама по себе значит теперь очень внимательно меня слушайте 2016 год 2017 год не покупайте то есть лучше это не покупать потому что 2016 год там большущая проблема с флэксгейтом что такое флэксгейт а так и получается когда вы открываете закрываете крышку больше чем 90 градусов шлейф там трескается и это не починить то есть точнее починить если раньше это починка обошлась бы гну в 5-10 баксов сейчас это обойти может обойтись во все 800 900 баксов почему так происходит потому что apple в погоне за уменьшением размеров так все уменьшили и получается так то что шлейф там стал короткий и когда вы открываете короче там натягивается вот видосик если прикрепил вот короче говоря не берем и очень большущая проблема это клавиатура бабочка то есть вот начиная шестнадцатый год семнадцатый восемнадцатый и в девятнадцатом вроде бы тоже до вышли пятнашки и тринажки у них большущая проблема она заключается в том что там клавиатура бабочка это отвратительная клавиатура но кому-то она зашла она зашла тем кто много печатать текста но при этом даже на обручение премии оскар кто-то там я тоже не помню сказал apple не спиксты keyboard то я impossible to write on the make the make the money go back to pc's because pc keyboard the bounce back on through your fingers is way better hands up you still use the pc you know what i'm talking about this way better keyboard and those apple keyboards horrendous короче говоря пристыдил какой там знаменитый то ли сценарист короче кто там написал вот значит шестнадцатый семнадцатый год там проблема с клавиатурой и проблема получается с флекс гейтом ни в коем случае не берите за сколько бы вам его не предлагали вот и получается когда я сам об этом узнал мне было очень неприятно и у меня тот момент уже был 2018 и получается я наверное дней 20 вот так вот сюда вот ровно 90 градусов ноутбук вы не представляете как это неудобно потом знаете как мне было обидно то то что получается я только вы купил узнаю что там такая проблема а мне его никто не поменяет то что apple не признают проблему и чё я скажу продавцу то есть у нас даже официальных сервис центров нет у меня нету возможности это поменять и мне просто я сидел короче говоря очень злой вот и в итоге короче говоря спасибо большое друзьям хотя сказать ребятам и за фиксит они провели свое расследование и там они показали что начиная с 2018 проблема с флэкс гейтом нет apple тихоря увеличить длину шлифт шлифта шлифа или шлифа вот и соответственно проблемы этой больше нету и поэтому самые опасные модели это 16 и 17 год начиная с 2018 и 19 год там нет проблемы с флэкс гейтом но там проблема получается с клавиатурой у кого-то это выходит часто а у кого-то еще до сих пор не вышло но это не значит что у вас этого не будет потому что само по себе механизм там ну ножницы там не механизм бабочка и получается то что вот эта мелкая пыль которая туда попадает не дает нажатию клавиши а плюс там что-то еще прогибается чуть короче происходит какая-то хрень и идут уже ложные срабатывания была ли у меня такая проблема да она была причем несколько раз и мне уже потом приходилось даже снимать сами вот эти клавиши для того чтобы продуть вот этим вот баллончиком вот ну и да вот этих как его фантомных нажатий у меня дело не дошло но я начал бояться то что когда я буду вот постоянно вот эти вот клавиши снимать я боялся что уже скоро вот эти заклепки которые там есть они просто тупо поломаются вот при этом я за ним не кушал ну вот пыль туда попадает теперь касательно м1 почему я не рекомендую м1 и почему я сам себе его в первую очередь не возьму во первых там всего лишь два порта и они даже нет на норбо то есть они урезаны по скорости мне это очень не нравится второй момент вот есть версия на 8 гигов и на 16 если вдруг вы решили все таки его покупать берите на 16 на 8 ни в коем случае не берите сейчас объясню почему во первых там принять как там система на кристалле если я про не сказал фиг его знает поправьте в комментариях вот но это все говорят система на кристалле то есть там все очень близко друг с другом находится и за счет этого идет сильнее производительность получается так то что сама система очень сильно использует файл подкачки а файл подкачки хранится то есть ну точнее он находится в вашем сссд жестком диске и проблема в том то чтобы люди начали жаловаться когда они просто посмотрели получается ресурсоемкость и расход своих сссдшников а что значит это ресурсоемкость все сссдшники они имеют свой цикл перезаписи то есть он он конечный и чем больше вы на него записываете и стираете тем быстрее он у вас выйдет из строя то есть это не значит что все через там месяц у вас выйдет из строя просто люди посмотрели у кого-то за пару месяцев ушло 10 процентов его жизни и это очень очень много на тот момент когда я посмотрел моему маку было год и три месяца у меня там ноль процентов израсходована вообще а у кого-то там за пару месяцев уже 5-10 процентов и у каждого разные свои большие показания кто-то говорит про то что это из-за того что розетта а это эмулятор системы он неправильно там что-то считает либо еще что вот я не знаю насколько apple подтвердили эту проблему но они выпустили какой-то фиг фиг фикс какой-то можете посмотреть на канале эльдар муртазина а я в конце скажу куда смотреть то есть там они вроде бы исправили но учитывая что допустим если раньше в день я сейчас потолка возьму вот эти цифры если в день там допустим у вас расходовалось 30 терабайт сейчас стало 10 терабайт при этом 10 терабайт это тоже очень много учитывая что у вас жесткий диск там на 256 гигов понимаете я еще раз говорю я сейчас цифры взял с потолка ульдара муртазина можете посмотреть да вообще можете тем погуглить она очень такая распространенная они вроде бы пофиксили но все равно это очень очень много а фиг его знает они пофиксили или они просто скрыли никто не знает вот поэтому в первую очередь я такое не хочу второй момент опять-таки и жесткие диски стоит вам запомнить жесткий диск больше чем наполовину так он сразу теряет скорость это проверил стас а как просто можете у него тоже скачать вот этот вот алгоритм ну какой там экшен типа запускаете и идет вот это вот циклическая какая-то запись на ваш жесткий диск и сразу вы еще его тестируйте вот получается то что больше чем 50 процентов жесткий диск стал медленный а мне это очень тоже ну мне не нужно вот что еще да не знаю в принципе все касательно давайте скажу теперь плюсов м1 действительно зараза это очень крутые процессоры это очень крутые макбуки и они как ни крути они сделали огромнейший шаг в этой индустрии значит само по себе macbook air который стоит 1300 у которого даже нету аккумуляторов этого аккумуляторного вентиляторов они идут практически наравне с моим 16-дюймовым на ай 9 и знаете это даже как-то обидно становится потому что ты покупаешь за трешку а тут выходит за штуку 300 и они практически одинаковые ты сидишь думаешь были нифига себе вот а еще плюс сколько на это тратится как это электричество и энергия то есть и плюс автономность сколько не работает это просто офигеть а еще вентиляторов нет вот в этом они очень крутые но что лично буду делать я вообще изначально вот вот этот ролик вот этот текст который вот сейчас я вам быстро проговариваю получается я это еще написал 9 февраля и немножко у меня были там другие рекомендации немножко не то что другие рекомендации то есть немножко был другой посыл хорошо что я сейчас именно это сейчас записываю и сейчас буду давать вам немножко делать все по-другому единственное к чему я сейчас вас буду призывать не покупайте м1 сейчас просто не покупаетесь моя рекомендация дождитесь лучше м2 вот который выйдет не покупайте его сразу вот я допустим жду 2 16-дюймовый маг я его куплю только через я не знаю через полгода после того как он выйдет почему потому что каждый раз как выходит какой-то новый продукт с ним какая-то происходит болячка поэтому пусть эту болячку сначала они увидят пусть они ее исправят и соответственно потом я уже куплю то есть нужно быть очень в этом плане хитрым вот дождитесь выхода в сентябре по идее не должны это представить новых маков а там уже смотрите а если прямо вот сейчас горит хотите купить если м1 то только 16 гигов азу если денег поменьше начинайте с 2015 года но учтите вот эти все рекомендации которые дал проверьте вот эти в маке и не берите с 8 гигов азу берите минимум 16 гигов и жесткий диск 512 терабайт это будет в общем очень очень удобно а если вы решили взять 2018-19 ребята будьте очень осторожны в плане того то что их уже сняли с конвейера и соответственно их больше нету если что-то поломается вам не уверен что это будет бесплатно чинить хотя сервисное обслуживание там они выписали еще на несколько там лет возможно сможете починить но проблема это не исчезнет поэтому если берете то берите либо там я имею более старые либо 16 дюймовый мак 16 дюймовый мак можно взять запросто и i7 и i9 они очень-очень мощно знаете что самый прикол когда выпустили 16 дюймовый мак и плюс в нем очень что классно там клавиатура ножницы а это просто замечательно то есть ничего мне не поломается тут поплю хоть не знаю суеверный и суеверный суеверный вот в итоге люди очень просто многих трясло потому что они купили пятнашки за 5-6 тысяч долларов но вышла шестнашка то есть пятнашки за 5-6 покупали и вышла 16 дюймовый за 3 и он был по мощностям даже сильнее чем вот эти за 5 за 6 люди просто негодовали многие злились и соответственно многие вернули просто пятнашки обратно и взяли 16 дюймовый поэтому если вы покупаете еще раз повторюсь либо берите 2015 год либо лучше 16 дюймовите у сколько вот у меня уже вот этого всего я считаю что шестнашка это логическое продолжение ноутбука 15-дюймового 2015 года то есть по сути 2016 год должен был быть именно вот такой вот таким как сейчас выпустили 16 дюймовый поэтому думайте выбирайте а самое главное не торопитесь и я думаю все я не знаю насколько это получилось мы не брем ну-ка ну-ка где мой таймер 34 да на шесть минут меньше ладно я еще по кромсай посмотрите что выйдет все всем пока и